В рамках исполнения Указа Президента России под эгидой Открытого Правительства совместно с Общественной Палатой России проводится перезапуск Общественных Советов при Министерствах и Ведомствах. Это связано в связи с несколькими вещами, но самое главное, наверное, то, что когда их создавали, до конца все-таки понимание, а для чего нужен Общественный Совет, какой у него функционал, непосредственно его не было. Когда вышел закон об общественном контроле, там были совершенно четко обвинены уже функции Общественного Совета. И сейчас Общественный Совет – это, прежде всего, конечно, орган общественного контроля за деятельностью того или иного министерства и ведомства. Исходя из этого, потребовалось сделать так называемый перезапуск Общественных Советов, которые уже существовали. Советом предыдущего формата были претензии вот какого сорта, что эти советы, в сущности, являлись не столько общественными, сколько внутриотрасливыми. То есть там преобладали люди, даже не обязательно впрямую зависящие от этого министерства, но так или иначе представляющие такие отрасливые, проруженные вот из людей. То есть внешней публики, которая бы могла заострять вопросы, создавать некоторые действительно внешние эффекты, их там было мало. А если и были, это были люди, в общем, еще в прежние годы таких людей даже было много. Там какие-нибудь известные режиссеры, актеры, певцы и так далее. Но это совсем ни к сему не город. То есть, с одной стороны, просто свадебный генерал, с другой стороны, сугубо отраслевые люди. Была полная неразбериха. И вот даже общественный совет при Департаменте природопользования города Москвы возглавлял долгое время сам руководитель департамента. Так было и в некоторых федеральных органах, потому что не было системы. Где-то возглавляли уважаемые люди, а где-то возглавлял сам министр или замминистра его и так далее. Поэтому не очень было понятно, органом чего является этот общественный совет. И вот мне кажется, что экспертный совет при правительстве, он же открытое правительство, сделал большую и важную работу вместе с общественной палатой с тем, чтобы структурировать это дело. Отныне кандидаты в члены общественных советов выдвигаются общественными объединениями и некоммерческими организациями. Происходит конкурсный отбор, в рамках которого 75% кандидатур выдвигаются общественной палатой и 25% экспертным советом при правительстве. Окончательный состав общественного совета утверждается Советом общественной палаты и правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Каждый гражданин, который попадает в общественный совет, он представляет не просто себя, а он представляет некий уже срез общества. Важнейший момент это то, что раньше общественный совет полностью формировался, собственно, самим министром того ведомства, в котором и будет существовать общественный совет. Сейчас общественный совет формируется на 75% общественной палаты Российской Федерации, на 25% открытым правительством Российской Федерации. То есть процесс формирования происходит на конкурсной основе, и это не люди, которых министр хотел бы пригласить к себе в качестве почетной миссии, а это, конечно же, общественники, которых интересует тематика, в которой работает министерство. И исходя из этого, таким образом мы действительно имеем возможность сформировать эффективный общественный совет. Действительно очень много достойных кандидатов, конкурсы большие, по 5-6 человек на место. То есть, что опять же очень приятно, что активность нашего общества велика, и люди действительно хотят принимать участие в деятельности государства. Собственно, для этого общественные советы и созданы.